Лучше синица в руке. Чем голубь? Нет. Лучше синица в руке. Все просто. Автор произведения «Горе от ума». Так. Да, я понял. Все. Сейчас меня застыдите. Хорошо. Окей. «Горе от ума». Кто написал «Три мушкетера»? Вот в чем вопрос. Так. Кто написал «Три мушкетера»? Секунду. Я вспомню. Хоть три секунды. Братно. Так. Я думаю, сначала надо сделать началку. Вдруг я забуду, да? Да. Может, тогда отойди в сторонку, дальше я сделаю. Всем здорова. Меня зовут Евгений. По фамилии у меня Ширяев. И это канал Негодяй ТВ. И сейчас будет ток-шоу «Вопросы за бабосы». Это народное шоу, где я подхожу к прохожим. Задаю им вопросы какие-то. Разные вопросы бывают. Если прохожий отвечает на пять вопросов, он получает тысячу рублев. Уже есть первый клиент. Привет. Первый клиент. Как тебя зовут? Руслан. Что-нибудь про себя будешь говорить? Ну, я думаю. Ну, хочешь ничего и не говори. А что ты думал? Ничего ты не думал, да? Да, правильно. Получается так, да. Да. Отлично. Давай тогда потихоньку начинать. Итак, первый вопрос. Тебе нужно будет сейчас продолжить. Не плюй в колодец. Из которого пешь? Такого тут у меня не написано. Не плюй в колодец. Ну, из которого пешься логично. Подожди, сейчас я додумаю тогда. Не плюй в колодец, пригодится... Водиться? Нет. Не плюй в колодец, пригодится... Давай, давай. Давай, давай, соображай. Сейчас, сейчас, сейчас. Башку из своей пока соображай. Давай, давай, давай. Так, тень какая-то. Давай так вот, вот так вот, вот так вот. Из колодца что ты хочешь обычно? Воду что? Ну, а что в рифму? Вот в рифму она звучит. Нагодище на пиццу. Вот, все. Так, следующий вопрос. Как по-научному называется питьевой спирт? Этиловый. Этиловый? Этиловый, да. Питьевой, питьевой, да? А, этанол, этанол, этанол. Этанол. Какой-то умный человек. Песня. Тебе. Нужны Парижу деньги, сэ-ля-би. А рыцари ему нужны тем паче. Ну, что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Чё дальше? Я не знаю. Пара-пара-пара-пара-пара-дуемся на своем веку, красавица и губку счастливому клинку, пока-пока-пока, покачивая перьями на шляпах. Судьбе не расшепнем, мерси-баку. Да, так и есть, так и есть. Это «Три мушкетера». Кто написал? Боявский какой-то получается. Кто написал «Три мушкетера»? Вот в чем вопрос. А, кто написал «Три мушкетера»? Секунду, я вспомню. Хоть три секунды, братан. Давай, давай, давай. «Три мушкетера», сейчас я вспомню все. На этот вопрос я не имею права подсказывать, потому что я не хочу. Так. Он также написал «Богатые тоже плачут». Так. Потом еще, подождем. «Трипиканка». Леснее не стало. Я себе так скажу, леснее не стало. Сейчас. Неправда. Нету там никакой у него «Трипиканки» и «Богатые тоже плачут». Но герой «Нанду», который летал на вертолете, и он влюбился в эту девчонку. Нет, это тоже не он. Саня. Александр. Александр Грин. Таких Александров мы не знаем. Мы не очень образованные люди. Мы учились в школе на тройке. И вообще не обязательно быть образованным, чтобы вести это ток-шоу, понимаете? Я вот, например, как только не обзывают меня в комментариях. Да? Да. Зачем мне так делать? Не знаю. Не нам так делать, ребята. Как может такой? Хам. Не образованный подонок. Как можно вот этого молодого человека обзывать? Как можно с такими ходить ляшиками, скажи мне? Так. Девчонки, привет. В нашем ток-шоу поучаствуйте. Не хотят, не хотят. Александр, ну кто? Александр, Александр. Все, братан. Да. Здорово, отец. Александр, это был Дюма. Дюма. Дюма, да. Как я могу сказать? Как зовут тебя? Меня Богдан. Богдан, столько тебе годов? Мне 20. Знакомое лицо у тебя, Богдан? Конечно, но мы уже виделись, я участвовал в опросе. Ах, ересь. Подожди, да я буду вспоминать, иди сюда. Я не вспомню тебя. Ты обсаженный сейчас? Курнул что-то? Конечно. Да? Да. А, я думал, курнул что-то другое. Какие глазки такие у тебя? Смотри, я тоже могу соответствовать твоему дизайну. Ага. Одну секундочку. Поехали, братское сердце. Первый вопрос. Классический беспорядок. В чем заключается вопрос? Я не знаю, у меня так написано в телефоне, надо ответ давать. Классический беспорядок. Мне вообще все равно, что они обо мне думают, понимаешь? Потому что некоторые сейчас думают, что это за некорректный вопрос. На этот вопрос можно отдать миллион ответов. Они пишут свои комментарии. Да, пишите все, пишите всю эту дрянь. И хорошие, дай лайки. У меня написано одно слово, давай его угадывать. Ну, что к чему. Классический беспорядок. Синонимы подбирай. Бардак, получается, это первое. Потом. Направление музыкальное такое есть. Моя комната. Направление музыкальное? Может быть, это... Обычно я слушаю Deep House. House? House. Deep House, брат. Это House, да? Да, да. Сто процентов. Не хлебом единым. Что-что? Не хлебом единым. Не хлебом единым. А чем? Продолжи. А сыром одним. Не хлебом единым. Это поговорка, братан. Видимо. Поговорочка. Ну, такая она на слуху у всех 33-летних. Это я. Это я, 33-летний человек. У 40-летних людей это... С 70-летних. Да, ну, это поговорки. Что, братан, я не шучу. Это... Сейчас просто люди, которым вот, ну, за 30-ку будут говорить, что пипец молодежь. И, знаешь, все это будут писать. Типа, вот, они ничего не знают, образование. Будут писать про ЕГЭ. Вот это все, типа, вот, это ЕГЭ, это... Я к нему даже не готовился. Не хлебом единым. Сыт. Санитарев. Сыт. Не хлебом единым сыт не будешь? Кто сыт? Вот если я встану и буду ссать, это кто я такой? Я обычный. Обычный. Ты обычный? Обычный кто? Циклок? Нет, нет. Обычный, ну, кто? Человек. Человек. Не хлебом единым. Не хлебом единым. Человек. Ну, ты же скажешь, сыт. Что сыт? Не хлебом единым сыт человек. Ага. С еще. Не хлебом единым сыт человек. Хорошо. Сложный вопрос. Хорошо, я подготовился. Что является... Что является... Нет, не что, а кто является автором романа «Крестный отец»? О, это, к сожалению, не ко мне. О, все тогда, да? Расход, да? Да, расходимся. «Крестный отец», к сожалению. У нас написал не Пушкин. Нет. Нет, к сожалению. Нет. Может быть, фараон написал его? А, это твои шутки уже, да, теперь? Моргенштарн, я думаю. Да нет, не знаешь, да, братан? Честно, да. Да, понятно. Почитай, братишка, я серьезно говорю, я прочитал это произведение «Крестный отец» где-то в 18 лет, но это просто, это сильно. Фильмы свои, да? Фильм это хорошо, но книга всегда лучше. Хотя фильм хорошо, но книга всегда лучше, сам понимаешь. Согласен, можно что-то представить? «Сицилиец» тоже этот написал. Это гэнгстер, конкретно это, понимаешь? Ты прочитаешь, ты вот такой будешь ходить, вот так вот. Как бандит? Ну, я не знаю, как ходят бандиты, но ты будешь прямо вот так вот, ты будешь четким сразу же. Читайте «Крестного отца». Смотри, я могу подказать себе первое слово из, ну, у него же два имени, да, имя и фамилия. Попробуй. Тот чувак, который в игре, какая игрок там, где чувак собирает, там, пиум-пиум, так прыгает, пиум-пиум. Такой усатый мудак, да. Марио. Это имя этого писателя. Марио, как, какое? Знаю только одного, Марио Болотелли, это футболист. Ну, ладно, тогда. Извините, можно сфоткаться? Да, конечно, залетай, сфоткаемся. Негодяй-то вы, нет. Джамал, Джамал ТВ, заходи сюда. А я не хотел... У нас есть своя такая секта. Мы всех сюда заводим и рассказываем хорошие вещи. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Максим. Макс. Приехал из Москвы на один день, решил перед поездом заскочить, думал, тебя увижу, не увижу, и вот... Серьезно? Прям думал обо мне? Прям думал, реально. Я стоял вот там, ждал своего поезда, и думаю, блин, тут же негодяй снимает, и... Давай, снимемся в шоу. Давай. Ты взрослый парень. Тебе 28 лет. Больше. Тридцать один. Больше. Хрен с ним. Да. Поэтому у тебя все получится. Давай. Назовите... Ой, вообще, легкотня. Назовите вслед за Гоголем вторую беду России, кроме дорог. Дураки. Видишь. Сам заварил кашу. Продолжай. Сам ее и расхлебывай, видишь. Все как классно получается. Песня. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет. Осень моросила. Столько лет, столько лет. Где тебя? Настя. Не вытягивая ноту. Насила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Это что за фильм, да? Иван Васильевич меняет профессию. Братан. Да, ты не хотел участвовать в этом сумасшедшем шоу. Я вообще-то хотел сфоткаться просто. Так я не понял. А что это вы подглядываете за нами, а? Просто смейте. А вам по сколько лета? 16. Вы очень молоды для этих вопросов. А вдруг мы... Ну ладно, ладно. У меня поезд. Через сколько? Через полчаса. Как по латыни называется мозг? Пошли, пошли. Пошли, просто нет. Варианты ответов. У меня все написано по латыни. Кор, мозгум, пульмо, селебрум. Второй вариант. Мозгум. Кор, мозгум, пульмо, селебрум. Если я так торможу, значит, наверное, нет. Я это понял. Тогда, наверное, первый вариант. Кор? Да. Кор. Кор, пульмо, селебрум. Если не первый, не второй, тогда четвертый. Селебри, что-то там. Яркое качество личности, которое выделяет ее среди других. Способность вызывать бурный шквал эмоций у других. Естественно, не только позитивных, но и негативных. Господи, что это? Ну, короче говоря, не только позитивных, но и негативных. Что это за яркое качество? Я такой челик. Я это знаю, мне об этом талдычит. Как только я поучаствовал в своем первом КВН-е, спел свою первую песню, рассказал свое первое стихотворение. Они говорят, Жек, а ты такой парень? Я говорю, конечно. Ну, да, я такой парень. Что ты так задумался? Задумался, да, сложный вопрос. Хорошо, это очень легко. Индивидуальность? Нет. Она не яркая. Я могу быть индивидуальным. Вот такой вот хмы, вялый такой. Помет бычий. Кусок сардельки. Молодежь что-то трется здесь, трется. Что они тут трутся все в этой галереи, блин? Навязчивость. Какая навязчивость? Просто я не знаю, что вот я с тобой устаю, столько времени муссоль. Да. Ты взрослый, сорокалетний мужик, должен уже давно на это ответить. Какой я, посмотри на меня? Харизматичный. Ну, да. Правильно? Правильно. Всем, кто меня узнал, привет. Приехал из Москвы. В Питере всем передаю привет. Здесь классно. Я сюда регулярно приезжаю, люблю здесь гулять. Приходите на эту площадь около вокзала. Возьми свою красавицу. И все, еще, куплю в Сапсане кофе. И все, и ты еще больше не будем, понимаешь? Рад был видеть. Не думал, что мне повезет. Счастливо. Все, давай, беги на свой поезд. А, засылка, я же подошел к подпицу. А, елочка, ну давай. Давай, конечно. Отличницы. Вот шест, экзамен сдала по математике на 4. На 5, да? А ты на что? Я сдала русский на 4. Как звать вас? Ася. Настя. Ася, Настя. Раз вы такие отличницы, подсказывать вам не буду. На следующий день. Когда смотреть? На следующий день. Я сегодня ночью буду монтировать. Завтра, наверное, а может в субботу. Трочность, да? Отлично. Первое. Конечный участок реки. Место впадения реки, водохранилище, озеро, море, океан или другую реку. Это может... Как называется? Это маленькая пупулька. 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 И не хочу. Что? Сейчас. Впадает. А вы меня не путайте, девчонки. Смотрите, речка, вот она идет, речка, да? А потом она заходит куда-то. Может, в другую речку она переходит? В другую речку. Ну, устья, да? Пускай будет устья. Да. Все, пускай будет устья. Да, устья. Итак, продолжаем поговорку. Лучше синица в руке. Чем голубь... Нет. Лучше синица в руке, чем... Синичка лучше пускай будет в руке, чем какая-то птичка будет где-то там. Чем голубь в небесах. Очень близко. Только птичка другая. И небеса сокращаем. Все будет у нас как положено. Чем в небе. На букву Ж птички называются. Жаворон. Нет, другая на Ж. На Ж, на Ж, на Ж, на Ж. Ж... 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 Жаворон. Сейчас. Сейчас. Журавли. 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 Недостаток какого гормона у человека приводит к сахарному диабету? Сейчас. Это... Это биология. Сейчас, сейчас, сейчас. Украин, стазинтимы. Кокаин. Лидокаин. А, сейчас. А можно звонок другу? Да, черканись еще. У меня диабетик есть. По громкой связи? А, по громкой связи? Она может немножко материться. Она мамина подруга. Алло, слушай, блядь. А давайте сообщение на продвенчик. Она занята. Она занята. А можно последний раз? Ну, давай. Все, сейчас. Точно. Учительница по биологии. Училки по биологии? Да, она моя классная. Ну, давай. Сейчас точно. Она мне потом такого чапалаха даст. Чапалах? Да. Откуда такое слово знаешь? Тикток. Тикток. Папк Мобайл. В игре Папк Мобайл. Привет. Не понимаю, о чем вы. Мужи, надеюсь, вы ответите. Ответьте, пожалуйста. Как зовут? Евгения Сергеевна. Давай, я буду говорить. Сейчас я только скажу, что это я. Угу. Угу. Когда не надо. Когда не надо, она звонит. Когда не дозвонится, а потом да. Ну, все, варики-то есть какие-то? Холестерин только. Холестерин. Нет. На Мэ, наверное, да? Нет. Нет. Как его? Ин-су-лин. Ин-су-лин. И-э-э-э-э-э-э. Ты сегодня будешь здесь лобать? Постараюсь, если не выгонят. Какой мы звончик? Угу. Выгоняют? Да. Гонят. Ух так. У меня появилась колонка, короче, мне ее подогнали, очень четкая такая, да, туда можно микрофон засандалить, а я попеть люблю иногда, потрезвакую, и вот хочу типа встать и типа караоке как вымазать. Что, будут гонять? Да, скорее всего, да, будут гонять. А кто гоняет? Полицейские. Не люблю полицейские. Ссылаются на получение лицензии, здесь гоняют тоже, время от времени везде понемножечку. Ну, просто выгоняют, так не беспредъява. На то, что, как бы, ну, припугивают, что заберут оборудование, лицензия нужна, но лицензию тоже фиг получишь, и как бы тоже есть свои трудности, и там, ну, загоняют нас в тупик. Сука, вот так. Не дают нам этой свободной жизни, да, безобразие, конечно. Ну, все равно, пойду, пойду петь, вот микрофон у меня уже появился, буду петь. Все просто, автор произведения «Горе от ума». Так, да, я понял, все, сейчас меня застыдите, хорошо, окей. «Горе от ума». Черт. Да понакидывай ты их, их всего-то там разом общался, Пушкин там, Лермонтов, да, Толстой. Нет, это точно не Пушкин, не Лермонтов. Фиги, там они прыгают сзади. Ну-ну-ну, и это не Толстой. Это, это, это то, что я плохо учил. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну ладно